Признаком последнего времени относится усиление некоторых негативных качеств человеческой личности. И об этом мы читаем во втором послании апостола Павла к Тимофею в третьей главе с первого текста. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол Павел советует Тимофею от некоторых людей держаться подальше. От некоторых нужно держаться подальше. И в этом списке присутствуют люди, которые отвергают авторитеты. Это самолюбивые, гордые, надменные, неблагодарные и родителям непокорные люди. Чем вообще опасны люди, которые не признают авторитеты? Почему от этих людей надо держаться подальше? Мы знаем, что такие люди существовали во все времена. Но в последнее время, как свидетельствует Писание, таких людей будет становиться все больше и больше. В послании святого апостола Иуды мы читаем в 7 стихе. «Как Содом и Гамора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставленных в пример, так точно будет и с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Он пишет о тех людей, которые отвергают авторитеты, не признают авторитеты, отвергают начальство и злословят высокие власти. И в 11 стихе он дальше продолжает. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Таким людям горе, которые не признают власти. «Путь Каина был исполнен гордости и своеволия. И его имя на еврейском языке подразумевает человека, хозяина, такого человека, который сам выбирает свой путь, путь независимости». В Бытие 4 главе 16 стихом мы читаем «И пошел Каин от лица Господня». Пошел Каин от лица Господня. Каин не признавал Божьего авторитета. «Гордость и самоволие являются недостатками тех людей, которые хотят делать все по-своему, а не так, как хочет Господь». Эти качества неизменно приводят человека к отвержению духовной власти, поставленной над ним Богом, и Божьего плана на их жизнь. Таков путь Каина пошел от лица Господня. Корей, мы здесь прочитали, это был человек, который не захотел признать авторитет Моисея, который дал ему Господь. И Моисей дает такое определение восстанию Кореи. Послушайте внимательно, друзья. «Итак, ты и все твое общество собрались против Господа». Эти люди собрались не против Моисея, восстали не против авторитета Моисея, но против власти Господа. Мы читаем потом в Писании, что эти люди погибли. А помните Навала? Человек, который не признавал авторитета Давида. Его высокомерные слова, да? А кто такой Давид? Или опрометчивые слова Нафанаила. Не похожи ли они на попытку подорвать авторитет того человека, которого он даже не видел и не слышал? Помните, как он сказал? «Из Назарета». Может ли быть, что доброе? Друзья, авторитет – это влияние, обретенное человеком, которое не нуждается в постоянном подтверждении или доказательствах. Авторитет рождается без принуждений со стороны. Он основан на знаниях, или может быть основан на знаниях, нравственных достоинствах и опыте. В узком смысле слово «авторитет» – это одна из форм осуществления власти. Власть может иметь разнообразные формы. Всем нам известны, по крайней мере, четыре главных ее формы. Первая – это власть, основанная на принуждении. Это более похоже на диктатуру или на диктат, когда человек вынужден подчиняться. Вторая мысль – это власть, основанная на вознаграждении. Тот, кто платит, тот определяет правила. Это еще одна из форм власти. Мы с такой властью встречаемся на наших производствах, работах, где мы с вами работаем. Еще одна форма власти – это должностная или традиционная власть. Она может быть передана через выборы или назначения. И четвертая форма власти – это власть авторитета. Власть авторитета. В свою очередь, авторитет бывает основан в основном на двух источниках. Первый – это на вере в личные особенности человека. Это когда у человека есть бесспорные положительные качества. В первую очередь, наверное, моральные и духовные. Это человек, которому хочется подражать. Вежливый, благородный, смиренный, терпеливый, богобоящийся человек. Человек, имеющий страх Божий и так далее. Человек, имеющий личные, духовные, высокие качества, которым хочется подражать. Вторая мысль – это способности человека и его деловые качества. Например, хороший пчеловод, или хороший проповедник, музыкант или певец, хороший организатор или программист. Человек, который авторитетен в какой-то определенной области. Также авторитет можно разделить на переданный и приобретенный. Переданный авторитет – это когда Бог или люди наделяют человека авторитетом. Передают ему власть. Авторитет от Бога строится не на сиюминутных ценностей. И потому он сохраняется даже тогда, когда человек может умереть или уйти из жизни. Он продолжает оставаться авторитетным. Потому что Господь наделил его авторитетом. Священное Писание показывает нам примеры людей за авторитет, в которых вступался сам Господь. Вы помните, например, в Писании описан случай, когда за авторитет Моисея вступился сам Господь. Это случай с женой Эфиоплянка, когда Аарон и Мариам укоряли Моисея. И там вступился сам Господь, поддерживая этот авторитет. Приобретенный авторитет – это авторитет, который человек приобретает своей жизнью. Авторитет, который основан на личных качествах или на человеческом мнении, он бывает очень неустойчив. И чаще всего люди признают тех, кто занимает какие-то должности, имеет определенные способности, власть или состояние. Но как только человек это теряет, его авторитет автоматически сходит на нет и об этом человеке забывают. Авторитет от Бога и личный авторитет можно потерять в одно мгновение. Екклесиаст говорит, мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Даже небольшая глупость уважаемого авторитетного человека может разрушить его авторитет. Друзья, мы можем творить много хороших дел, качественно исполнять служение. Но если жизнь наша не соответствует тому, о чем мы проповедуем, чему учим, мы теряем свой авторитет. Залог авторитета христианина – это личные отношения с Богом, а также постоянство в жизни, в служении, в семейных отношениях и особенно в молитве. Авторитет человека и его мотивы Бог часто испытывает. Бог проверяет, насколько человек любит Бога и Церковь. Он может поднимать человека или принижать его в жизни. Он может доверять ему служение или освобождать его от служения. Это делает Господь. Давайте мы с вами посмотрим. Библия открывает нам систему авторитетов, в которой должен существовать христианин. Что это за система? Самым первым или высшим авторитетом для человека должен являться Господь и Его Слово. Номер один, друзья. Это самым высшим авторитетом для человека должен являться Господь и Его Слово. Я читаю книгу Исход, 20 глава, со второго текста. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Главная истина Библии заключается в том, что Бог является абсолютным и суверенным владыкой и авторитетом, которому подчинено все. Его власть распространяется на все, что находится на небе, на земле и в преисподней. Неверующие люди, которые отвергают Божию власть или же не желают ей подчиниться. Именно это главное отличие верующего человека от неверующего. Стать верующим – это значит признать абсолютный Божий авторитет и власть. Власть и авторитет Его Слова и то, что Бог имеет право на то, чтобы распоряжаться нашей жизнью. И Его воля всегда будет наилучшим решением в нашей жизни в любой ситуации. Христианская точка зрения на авторитет Библии основана на том, что Бог является автором Писания, целью которого является посредством библейской истины направлять жизнь и все дела христиан. Все наши представления о Боге должны согласовываться со Священным Писанием. Все Писание Богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Итак, братья и сестры, первый уровень авторитетов – это что высшим авторитетом для человека должен являться Господь и Его Слово. Бог устроил общество так, что Он делегирует, то есть передает часть своей власти, своих полномочий и авторитета определенным людям. Это авторитеты, установленные Богом. Первой ступенью после авторитета Бога являются авторитеты в семье. И Библия представляет четкое учение об этом. Итак, второй уровень – это авторитеты в семье. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 текст. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене – глава муж, а Христу – глава Бог». Ефесианам, 6 глава, 1 текста. «Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Бог установил, Бог передал часть своего авторитета и своей власти мужьям. Он установил, что муж и отец в семье являются главой. Это установление Божьих авторитетов. Он несет ответственность за семью перед Богом и является авторитетом для жены и детей. Родители несут ответственность за своих детей, занимаются их воспитанием и являются для детей авторитетом. Поэтому после Божьего авторитета главным авторитетом для детей являются родители, а для жены является муж. Так как авторитет Бога выше авторитета мужа и родителей, дети и жены призваны повиноваться своим мужьям в Господе. Что это значит? Это значит, что в случае, если мужья и отцы требуют чего-то прямо противоречащего Божьего Слову, то жены и дети в первую очередь должны служиться Господа. Дети не должны уничижать своих родителей или открывать их наготу, рассказывая какой-то негатив о своих родителях. Но всегда должны относиться к ним с почтением, поддерживая их авторитет. Притча 23 глава 22 текст. Братья и сестры, мы знаем отрицательные примеры в Библии людей, которые восставали против авторитета родителей. Например, один из них это Авесолом. И вы помните, как закончилась печальная или плачевная его жизнь, человека, восставшего против собственного отца. Итак, второй уровень авторитетов это авторитеты в семье. Третий уровень авторитетов это авторитет власти в церкви. Церковь представляет собой организм, в котором христиане растут и совершенствуются, и служат друг другу. Авторитет по местной церкви и ее служителей установлен самим Богом и прописан в Писании. Апостол Павел пишет Тимофею, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть в церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Нужно знать, братья и сестры, как поступать в Доме Божием. В Евангелии от Матфея описывается порядок обличения согрешившего или согрешающего. И последней авторитетной инстанцией там представлена церковь. «Скажи церкви, а если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь». Матфея 18, глава 17 текст. Также в послании к евреям предписано наше отношение к служителям церкви, как к ее представителям. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Бывает и такое, что мы сами выбираем себе в авторитеты тех или иных служителей, тех или иных проповедников. Но нужно не забывать, что есть авторитеты, назначенные каждому от Бога, которые, может быть, ты не выбирал, но тебе их назначил Господь. Например, твои родители. Ты не выбирал их, но это авторитет, который назначил тебе Господь. Служители в твоей церкви. Ты, может быть, тоже в этом не участвовал, может быть, ты после пришел в церковь, но это авторитет, который назначил тебе Господь. И Господь ожидает твоего признания этих авторитетов У Бога есть цели, которые Он хочет достигать именно через этих людей Если мы отказываемся добровольно подчиняться этим авторитетам Господь будет использовать другие рычаги воздействия на нас И они могут быть более болезненны для нашего самолюбия Как мы прочитали, ибо это для вас не полезно Конечно, Бог может использовать и других служителей и проповедников Из других церквей для того, чтобы выразумлять и учить нас Но есть авторитеты, которые установлены нам с вами от Бога А не те, которые мы с вами выбрали Нужно отметить также, что люди, которые разрушают авторитеты других людей Служителей, проповедников своих родителей или своих мужей Уважаемых людей, так или иначе уничтожают и свой собственный авторитет И напрасно потом искать или создавать его Или утверждать в своей семье среди жены, детей или своих друзей Ведь то, что мы сеем, нам приходится так или иначе пожинать Разрушая авторитет других людей, мы уничтожаем свой собственный Следует также различать, друзья, авторитет и авторитарность Авторитет и авторитарность имеют общие корни, означающие власть и влияние Однако в этих понятиях присутствуют существенные различия Авторитет это власть, которая не подкрепляется силой, давлением, шантажом И другими подобными методами Она основана на безусловном уважении Например, в семье, где родители пользуются авторитетом Отношения с детьми близкие и доверительные Ребенок обращается за советом и помощью к взрослому человеку Серьезно относится к замечаниям и стремится заслужить похвалу Ребенок искренне любит родителей и доверяет им А не боится Во взрослой жизни он будет стараться копировать образ жизни родителей Их ценностные ориентиры Похожие вещи происходят и в церкви Например, для Елисея Илья был авторитетом Слушая его, подражая ему, Елисеев в духовной и физической жизни Удостоился стать великим пророком Друзья, а что он делал для него? Подавал воду на руки, готовил пищу И он учился у него святости Или, например, для Тимофея апостол Павел был авторитетом Это помогло Тимофею так же много потрудиться И принести плода для Христа и его церкви А вот авторитарность, друзья, это жесткая власть Для нее характерны подавления, доминирования сильного над слабым При таком режиме в семье и в церкви Все общение происходит в формате приказаний и команд И в авторитарной семье или церкви человек, в принципе, не имеет выбора Решение там принимается за него А он лишь выполняет какую-то директиву Атмосфера контроля и жестокости Она ограничивает развитие человека И не дает ему возможности для совершенствования и роста Четвертый уровень авторитетов Это авторитет старших Авторитет старших Я прочитаю два текста Первый это книга Левит, 19 глава с 32 текста Перед лицом седого вставай и почитай лице старца И бойся Господа Бога твоего, я Господь, Бог ваш И второй текст Писания это книга Иова, 12 глава с 12 текста В старцах мудрость и в долголетних разум Вы все помните события, связанные с воцарением Раваама Это следующий царь после Соломона Я читаю со второй книги про Липоменон с 10 главы с 3 текста И пришел и Раваам, и весь Израиль И говорили Равааму так Отец твой наложил на нас тяжкое иго Но ты облегчи жестокую работу отца твоего И тяжкое иго, которое он наложил на нас И мы будем служить тебе Он отвечал им, через 3 дня приходите опять ко мне Очень хорошее начало, да? Друзья, он не сразу дает ответ, а про мечи Он хочет думать Он хочет советоваться с кем-то И эти 3 дня он советуется со старейшинами Он советуется с молодыми людьми, своими сверстниками Старейшины советуют ему быть добрее Угождать народу А молодые люди советуют ему увеличить иго народу Быть более жестким, чем его отец И оставил царь Раваам Мы читаем дальше И оставил царь Раваам совет старейшин И говорил им по совету молодых людей Друзья, для Раваама Старейшины не были авторитетом Он не послушал совет старейшин Он говорил им по совету молодых людей Результат какой, вы помните? Полный развал государства Одно колено осталось с ним Все остальные по шатрам разошлись Для того, чтобы приобрести собственный Опыт жизни, нужно время А у нас порой его нету, друзья Для того, чтобы сделать правильный выбор Или принять верное решение Для этого просто бывает необходим Часто совет авторитетного человека И гордый человек, он не имеет авторитетов И все пытается сделать сам Поэтому и терпит большой урон Хорошо, если человек научился советоваться С людьми, которые старше его С людьми, которые имеют духовный и жизненный опыт Пятый уровень авторитетов И это авторитет гражданской власти Авторитет гражданской власти В древнем Израиле до периода царств Существовало единственное, наверное, в истории Я не припоминаю больше никогда Такого подлинная теократия То есть богоправление Бог правил народом В правлении Бога заключалось и государственное устройство Через пророков или через божьих людей Однако по мере удаления общества от послушания Богу Люди начали задумываться о том, чтобы иметь земного правителя Или земного властителя И Господь дает людям царя И сказал Господь Самуилу Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня Чтобы я не царствовал над ними Итак, послушай голоса их Только представь им и объяви им права царя Который будет царствовать над ними Первая книга царства, 8 глава, 7 текста Господь устанавливает земное правительство По причине греховного разложения людей Земное правительство должно предохранять общество От хаоса и анархии Поддерживать мир, справедливое правосудие Поощрять делающих добро и наказывать нарушителей закона Мы читаем уже в Новом Завете В первом послании Петра со 2 главы с 13 текста Итак, будьте покорны всякому начальству Всякому человеческому начальству для Господа Царю ли, как верховной власти Правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников И для поощрения делающих добро Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла Но как рабы Божии Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите Мы веруем, что существующие власти от Бога установлены И поэтому в гражданских вопросах, которые не противоречат повелениям Господа Христиане должны покоряться властям Христиане призваны молиться о правителях и начальствующих Чтобы употребление вверенной им власти Вело к сохранению мира и правосудия Как написано в Писании Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте И о отделении церкви от государства Оно отвечает принципам Евангелия Главой церкви является Христос И ей присущи в первую очередь подвиноваться Ему Друзья, мы знаем, что существует несколько форм Сосуществования государства и церкви Несколько форм Первая форма, ну, четыре мы назовем Первая форма, это когда церковь находится над государством Церковь управляет государством В истории были такие периоды времени Например, время крещения Руси, 988 год Князь Владимир, да? Получается, что почти все государственные посты занимали христиане Треть войска состояла из крещенных христиан Или, например, период правления Кальвина в Женеве Это 1537 год Светская власть города была полностью подчинена церковной власти Светская власть была подчинена церковной Городской совет назначает его проповедникам Определяет жалование ему То есть платит зарплату не церковь, а государство Церковь через консисторию издает декреты о наказаниях Об изгнании И даже подписывает смертный приговор еретикам Это как бы одна из форм, да? Когда церковь над государством Вторая форма – это церковь под государством Друзья, ну, наверное, многие из нас знают этот период Это большинство церкви во времена СССР Когда государство диктует церкви правильное поведение, да? Диктует правильное поведение И вмешивается во все дела Кого крестить, кому проповедовать, кого назначать служителями Детей на собрание водить нельзя За нарушение разгона собраний, штрафы и тюрьмы Это когда государство хочет распространить свою полную власть на церковь Это и все коммунистические страны, которые также и сегодня Мы знаем такие случаи, когда они пытаются регулировать церковь Третья форма, друзья Церковь заодно с государством Когда церковь, знаете, имеет такую синергию вместе с государством Ну, я, наверное, можно привести такой пример Это православная церковь современной России Государство спонсирует церковь Строит храмы, восстанавливает монастыри, вкладывает туда деньги В свою очередь церковь поддерживает власть А также освещает военные корабли Благословляет какие-то государственные мероприятия Вот такая синергия церкви и государства И четвертая форма правления Или четвертая форма существования церкви и государства Это церковь отделена от государства Многие государства сегодня декларируют Что у них церковь отделена от государства Но на самом деле это не всегда так Не всегда так Мы также живем с вами в стране, где церковь отделена от государства Но мы сегодня наблюдаем, как государство Проявляет такие элементы давления на церковь Вот даже в этих условиях пандемии И мы знаем, что некоторые влиятельные проповедники американские И они даже высказывают или выстают, что государство превышает полномочия свои В отношении некоторых вещей и оказывает сильное давление на церковь Друзья, церковь Христа не от мира сего И она не может находиться в зависимости от светской власти Она также сама не может вмешаться в ее дела Тем более брать на себя функции, которые отведены писанием светской власти Церковь не может вмешиваться во власть И действовать ее методами Это касается, наверное, выборов или государственных законов и так далее Церковь обязана хранить себя в том числе От всякого вмешательства со стороны государства И внешних в ее внутреннюю жизнь служений В отношении государства церковь живет по принципу, который провозгласил Христос Отдавайте кесарю Кесарево, да? А Божий Богу Но если бы нас, или скажем так, если бы церковь сегодня поставили в жесткие условия выбора приоритета То мы бы, не сомневаясь, выбрали Бога, а не кесаря Так поступала Христова церковь во все времена, за что и была гонима Авторитет государственной власти действует до тех пор, пока государство не начинает посягать На Божий авторитет Когда иудейский Синедрион, помните, хотел запретить апостолам проповедовать Христа Апостолы Петр и Иоанн сказали Судите, справедливо ли перед Богом Случшить вас более, нежели Бога Шестой уровень авторитетов, это авторитет работодателей Христианин всегда должен практиковать библейское отношение к работе Нанимаясь на работу, он вступает в определенные экономические отношения с другими людьми Эти люди могут быть верующими, могут быть неверующими Колосиным 3 глава с 22 текста Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим По плоти, не в глазах только служа им, как человеку угодники Но в простоте сердца, боясь Бога И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие Ибо вы служите Господу Христу А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде У него нет лицеприятия Выполняя повседневную работу для нашего работодателя, на котором мы работаем Нужно иметь в виду, что временный труд Как и вся наша жизнь, и работа, и служение Является делом для Господа Или служением Богу Работая на работодателя, мы и этим должны служить нашему Господу Я думаю, и учась в калыжи тоже Уважение и авторитет работодателя определяется его положением А не его личными особенностями То есть мы должны так к этому относиться 1 Петра, 2 глава, 18 текст Слуги, со всяким страхом повинуйтесь Господам не только добрым и кротким Но и суровым И, наверное, если позиция работодателя, на которой мы сегодня работаем Она может быть очень жесткая или неверная Может быть, он обманывает и вас, и обманывает государство То вам необходимо подыскать такую работу, где вы бы могли с чистой совестью Уважать людей, стоящих у руководства и подчиняться им Мы читаем в Священном Писании один добрый пример человека, который очень правильно относился к авторитету власти Это Иосиф Он является одним из лучших библейских примеров Правильного отношения к авторитету власти и работодателю Вот в книге Бытие с 39 главой по 50 описывается его работа на царедворца, Патифара сначала, да? Потом на начальника темницы, а потом и на фараона Он всегда был прилежным, трудолюбивым и всегда достигал хороших результатов И седьмой уровень авторитетов и последний Это авторитет всех окружающих нас людей Кроме того, что в обществе существует определенная система авторитетов Библия ясно говорит о том, что христиане должны относиться ко всем людям С уважением, почитая их выше себя Филиппийцам 2 глава, 3 текст Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию Но по смиренному дыру подчитайте один другого выше себя Друзья, нам нужно научиться относиться к каждому человеку Как к человеку авторитетному с добром и уважением Мы с вами уже читали этот текст 1 Петра 2 глава 17 текст Всех почитайте То есть буквально уважайте каждого Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите Или в Иоанне от Матфея 7 главе написано И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди Так поступайте и вы с ними Ибо в этом закон и пророки Друзья, каждый достойен уважения Вне зависимости от веры и его поведения Каждый Почему? Потому что Бог создал каждого человека И ему не безразличен ни один человек Псалом 32, 13 текст С небес презирает Господь Видит всех сынов человеческих С престола, на котором выседает Он презирает на всех живущих на земле Он создал сердца всех их И вникает во все дела их Друзья, каждый человек ценен перед Богом Хотя каждый человек живет по своему усмотрению Принимает верные или неверные решения Но Бог ценит каждого человека Потому что человек создан по образу Божию Каждый достойен уважения Потому что Иисус умер за всех Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 текст А Христос за всех умер За всех умер, друзья Вы можете быть не очень высоким мнением О каком-то человеке О некоторых людях Но Бог говорит, что каждый человек Которого вы здесь встречаете Достоин того, чтобы за него умереть Каждый заслуживает уважения Каждый достойен уважения Потому что своим уважением к другим людям Вы показываете, что вы любите и знаете Бога В Библии говорит нам Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 текст Кто не любит, тот не познал Бога Потому что Бог есть любовь Друзья, любовь всегда относится с уважением К каждому человеку И, конечно же, к нам возвращается уважение Которое мы оказывали другим людям Друзья, это закон сеяния и жатвы Если вы хотите, чтобы вас уважали Вы должны сами оказывать уважение другим людям В Библии говорится Что посеет человек, то и пожнет Друзья, чем опасна жизнь без авторитетов? Чем опасна жизнь без авторитетов? Людям нужен положительный пример Пример для подражания Ориентир, к которому нужно стремиться На кого равняться Нужен человек С которым можно посоветоваться И к мнению которого стоит прислушаться Конечно же, хорошо и правильно искать Такие авторитеты в Писании Это очень правильно И мы имеем такие авторитеты в Писании Но нам нужны и авторитеты ближнего плана Которых мы можем видеть Те люди, которые воплотили в своей жизни Библейские принципы Имеют опыт жизни И могут нам помочь добрым словом И добрым советом Человек, который отвергает авторитеты других людей Это опасный прецедент Такая жизнь может привести к гордости и высокомерию И как следствие К глубокому падению Напротив, хорошо имея авторитеты Менять свои приоритеты Когда добрый пример авторитетного человека Который живет рядом с вами Побуждает вас Жить чистой и святой, богоугодной жизнью Люди, которые не замечают В тех людях, которые живут рядом Доброго примера или авторитета Они бывают сильно дальнозорки Наблюдая на большом расстоянии За теми, кто им кажется безупречным Но часто знакомые с поближе, чем с человеком Который сейчас для тебя далеко авторитет Они бывают сильно очень этим разочарованы Беседуя с одним человеком Я услышал от него Я всего достиг и добился сам Я начал обращать его внимание на то Что десятки людей вкладывали в него свои знания Способности, развивали его интеллект Над ним трудились, не покладая сил его родители Руководители детских групп Подростков, молодежные Молодежи, проповедники и пасторы в церкви Учителя и преподаватели в школе и в колледже Люди, с которыми он встречался и общались Тоже внесли в свой клад его развитие Лепту какую-то в его воспитании Книги, которые он читал Проповеди, которые слушал Написаны были не им, конечно И разве можно быть настолько близоруким Чтобы все приписать себе Друзья, авторитет – это этическое понятие Означающее признанное влияние Какого-либо человека или лица на твою жизнь Жизнь без авторитета будет оброчена на громадное количество ошибок Апостол Петр советует В первом послании, первая глава, 22 текст «Послушанием истине через духа Очистив души ваши к нелицемерному братолюбию Постоянно любите друг друга от чистого сердца Послушанием истине» То есть Иисусу Христу Вот чем достигается настоящий авторитет Послушанием истине В противоположность настаиванию на своем На своем мнении На своей лишь истине Друзья, Иисус завоевал нас любовью своей На Голговском кресте Когда Он пошел умереть за каждого из нас Он много сделал для каждого из нас Как земной, так и для вечной нашей жизни И будучи Сыном Божиим Он умолился, стал человеком Чтобы спасти людей Это действие принесло любовь и уважение К Иисусу Христу Как в земном, так и в духовном мире Это самый высокий уровень уважения и авторитета Друзья, кто такой уважаемый авторитетный человек? Кто такой уважаемый авторитетный человек? Это тот, кто уважает других людей Первая книга Царств, 2 глава 30 текста Ибо я прославлю прославляющих меня А бесславящие меня будут посрамлены Другой перевод этого текста Ибо почитающих меня я почту А презирающие меня будут опозорены Друзья, этот стих указывает, что уважаемым считается тот, кто уважает других Да поможет нам Господь жить в системе им установленных авторитетов Уважать и почитать других людей Чтобы и самим удостоиться быть уважаемыми людьми В Божьей системе авторитетов Аминь